Продолжаем штурмовать адский участок сылом по колено. Ого! Шиперная камера, как я надеюсь! А теперь минутка не рекламы. Приглашаю всех, кто еще этого не сделал, присоединиться к нашей группе ВКонтакте. Там вы найдете актуальные новости, связанные с подземными коммуникацией, интересную техническую информацию о новейших технологиях в коммунальном хозяйстве, исторические факты о различных объектах и, конечно, много-много различных фоток этих самых объектов и их описания. Ссылка на группу будет в описании к этому видео. Присоединяйтесь! Там все у портала перекрыто мешкальня с песком. Для того, чтобы осушить эту трубу, в ней сейчас проводятся ремонтные работы. Участок реки Сетунь, забранный в коллектор. Здесь идут два параллельных трубы, одна из которых сейчас осушена. Участок реки Сетунь находится в районе деревни, а ныне района Саларева. Далее она пересекает Киевское шоссе, протекает по району Солнцево и Новопеределкино и течет на север и северо-восток вдоль Сколковского шоссе. Пересекает МКАД, Рябиновую улицу и Аминевское шоссе, Минскую улицу и течет вдоль путей станции Москва-Сортировочная-Киевская. Устьем Сетунь является Москва-река чуть ниже Нового Краснодарского моста. Сетунь является третьим по величине притоком Москвы-реки в пределах МКАД, уступая лишь Яузе и Сходьбе, и крупнейшим правым притоком. Притяженность ее русла составляет 38 километров. В пределах МКАД в долине реки Сетунь в 2003 году образован в самой большой в Москве природной заказнике. До улицы сильный мороз, и остатки воды практически намертво замерзли в коллекторе. Сейчас идем по льду. В мере того, как удаляемся от квартала, температура здесь выше, и лед уже более слабый проламывается. Живописная паутинка. Вот тут можно встретить даже такие наросты из паутины. Судя по всему, при этом коллектор этот не заполняется полностью. Никакого мусора только нету в совал коллекторе. И диски от колес, и старые покрышки. И везде на каждом стыке колец коллектора можно вынесет к паутину. Дошли до первой сбойки с параллельным коллектором. Вот там вот идет такая же труба, только она действующая. Видно достаточно сильный поток. Там течет река Сетунь. А здесь труба, которая соединяет эти два коллектора, чтобы поток перетекал, она сейчас закрыта тоже мешками. Здесь уже участок со льдом сменяется камнями. Правда, тут вот тоже лед есть. Здесь все равно легче. И снова лед. Сейчас провалюсь. И вот мы прошли участок, где идут две сдвоенных круглых трубы. Диаметром около двух метров. Здесь начинается дальше прямоугольный участок. Короткий, который буквально через 20 метров заканчивается, и уже Сетунь там течет в открытом русле. Вот он, параллельный рукав. Поскольку Сетунь сейчас течет не в двух трубах коллектора параллельно, а только по одному, поток здесь достаточно сильный, несмотря на то, что сейчас зима. А мы дошли до цели нашего путешествия. И сейчас мы отправимся вот в тот рукав, который, по моим прикидкам, относится к снегоплавильной станции. Хотя это может быть и не так. И вот мы уже находимся внутри этой подключки. Перелезли через завал образованный. Здесь идет поперек труба с какими-то коммуникациями, похожей на водопроводную. И завал из всякого мусора. А впереди, впереди нас ждет Ил. Ил засасывает очень слабо. Настолько, что с каждым шагом идти тяжело. Течка заброда, как будто бы остаются в этом мире. Дошли мы до первой камеры. Продолжаем штурмовать адский участок сылом по колено. Здесь мы подошли к временной подключке, организованной, сделанной из такого вот гофрированного рукава. А дальше впереди нас ждет небольшая интересность. Идти тут уже легче сейчас будет. Отфигели. Все, это конец, кстати. Тут уже не такой густой консистенции. И, судя по всему, мы подходим к самой изюминке этого рукава, этой подключки. Вода здесь невероятно грязная. И впереди шиберная камера с двумя, перекрытая двумя шиберами. Весьма живописное место. Здесь есть балкон. Мы сейчас находимся на балконе над шиберной камерой. Вот так вот выглядит эта подключка. Там выход наверх. Собственно, сама длина этой подключки небольшая, порядка метров 100, наверное. Да, сколько мы прошли? Да, нет. А глубина здесь до балкона метра три. Три с половиной. И плюс еще балкон метра. Сколько здесь? Два. Больше. Три тоже, да? Два с половиной. Два с половиной. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего, уважаемые зрители и подписчики. А кто еще не успел подписаться на наш канал, обязательно подписывайтесь. Будет очень много интересного. Субтитры подогнал «Симон»!